В Анапе можно чему поучиться? Создана вот такая структура, когда нет такого, чтобы какое-то ведомство сказало, это не наше, или мы не поедем, или не будем этим заниматься. Обсуждаемые вопросы достаточно тонкие. Специалисты говорят, что каждый случай индивидуален, но система все равно должна быть. Одна из тем семинара – межведомственное взаимодействие. Оно позволяет выявлять проблемы на ранних этапах. Мы до совещания общались и говорили о том, что действительно очень серьезное внимание должно уделяться межведомственному взаимодействию. Почему? Нельзя решить судьбу ребенка какой-то одной индивидуальной службы. Я буквально недавно, вот сейчас рассказывала о том, что, я считаю, мы спасли ребеночка, которого заметили и заместитель главы сельского округа Станицы Гостогаевской, и начальник управления по делам семьи Вера Юрьевна Негинская. И, наверное, ради вот таких случаев стоит действительно работать. На краевом уровне отмечают, что все вопросы, связанные с семьями, где воспитываются дети-сироты, решаются на местном уровне. Это также плюс. Это говорит о достаточном внимании со стороны муниципалитета. В Анапе действует клуб, где приемные родители делятся опытом и занимаются с детьми по интересам, начиная от рукоделия, заканчивая туризмом. Также региональные власти отмечают, что в Анапе достаточно быстро движется жилищная очередь. В этом году при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов здесь готовы приобрести до 38 квартир для детей-сирот. Это не каждый муниципалитет так активно работает, потому что зависит именно от муниципалитета, как они готовы, не готовы приобрести это жилье. Несмотря на то, что это федеральные деньги и краевые деньги, но, тем не менее, подготовительный момент и работа застройщиками – это, прежде всего, заслуга муниципалитетов. В этом году проведут индексацию выплат замещающим родителям. Ее размер в процентах будет зависеть от категории. В целом, специалисты говорят, что здесь индивидуален каждый случай. По словам Натальи Агафоновой, сегодня приоритетная задача, чтобы у каждого ребенка появились любящие мама и папа.